Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Учился в медицине, все материально полностью зависит от родителей. У меня есть свои стремления, свои мечты. И для них мне приходится проводить все время в учебе и тратить деньги. Родители говорят, что слишком много. Хочу и много трачу денег. Хочу уйти от них, но если я сделаю это, то нашим отношением конец. У меня нет опыта работы, я не могу принимать у настоятельных решений. Что делать? Смотрите, во-первых, у вас здесь есть страх. У вас здесь есть страх, и как мне видится, страха довольно много у вас. Ну, имеет место быть. То есть у вас очень много страха, как мне вот видится, и как мне кажется. И, соответственно, в первую очередь нужно, наверное, поработать с тем, чего вы боитесь. Ну, лично мне, лично мне кажется, что боитесь вы потерять какую-то поддержку. То есть, лично мне кажется, что вы боитесь просто от того, что может не справиться с чем-то. И, соответственно, отсюда вот у вас, значит, в этот вот страх. Дальше. Дальше. Вызывать вопросы. Ага. Такая ваша позиция относительно того, что у меня нет опыта работы, и я не могу принимать самостоятельные решения. Вот. То есть, на мой взгляд, это никак не связано с тем, что у вас нет опыта работы, и то, что вы не можете принимать самостоятельные решения. На мой взгляд, вы можете принимать самостоятельные решения, даже если у вас нет опыта работы. Точнее, наличие опыта работы никак не определяет вашу возможность принимать самостоятельные решения и наоборот. То есть, это вот, на мой взгляд, никак вообще не связано друг с другом. Другой вопрос и другой момент, если вы как-то вот требуете от себя этого опыта работы. Что сначала, как бы говорите вы, у меня должен быть опыт работы, а потом я уже смогу принимать решения. Вот это вот, мне кажется, куда более серьезный момент. Потому что, здесь вы, по большому счету, повторяете, как мне кажется, позицию своих родителей. Которые говорят вам, значит, сперва ты, там, грубо, должен научиться, да, чему-то. Кем-то, кем-то, кем-то стать. Вот. И, а потом только, вот, уже можешь, значит, ну, на что-то претендовать. Вот. То есть, я, я не знаю, конечно, замечаете вы или нет, но вы тут повторяете позицию своих родителей. Вот. И надо сказать, что ничего хорошего для вас в этом нет. Потому что, ну, повторяя позицию своих родителей, вы вряд ли, вот, будете действительно свободны, да, как вы хотите. И, повторяя, повторяя позицию своих родителей, вы вряд ли будете, ну, счастлив, вот, так, как вы хотите. Кроме того, я не очень понял, исходя из вашего текста, про ваши приоритеты, да, как бы. То есть, вот, что из себя представляют ваши приоритеты? Что это за приоритеты? То есть, ну, вот, вы говорите, что вы чего-то хотите, вы говорите, что у вас есть мечты, да, вроде как. А вот вроде как вы говорите, что у вас это есть, но в то же время, вот, непонятен вот этот момент, да. Значит, что вы, вот, говорите, что я на это, там, трачу деньги и так далее. Вот. То есть, почему, почему, условно говоря, вас волнует, там, то, что вы, ну, тратите деньги? То есть, ну, как мне видится, да, как мне кажется, деньги не являются самоцелью. Вот. То есть, мне кажется, что деньги всё-таки являются больше средством, нежели чем самоцелью и, ну, то, что вы относитесь к деньгам своим. Да, ну, вот, как вы относитесь к деньгам, вот. Очень, очень важно в данном случае рассмотреть, потому что, мне, например, показалось, допустим, что вы к деньгам относитесь как-то, вот, несколько, ну, объективизировано, что ли. То есть, вы их объективизируете, вот, натурально объективизируете. Ну, опять же, опять же, как мне видится, эта позиция довольно-таки деструктивная, вот, именно по той простой причине, что вам эта позиция мешает как бы двигаться по тому пути, который вы для себя сами выбрали, по тому пути, который вам хочется пройти, потому что вы не воспринимаете деньги как средство. Дальше. На мой взгляд у вас есть проблема с постановкой цели. То есть какую цель я выполняю сейчас, какую цель я хочу выполнить потом и так далее. Мне кажется, что с этим у вас тоже есть проблемы. Следующее, на что хочется обратить внимание, это сепарация. Сепарация от родителей. Психологическая. Установка личных границ между вами и родителями. Что мои границы, вот как бы границы родителей. Да? Следующий момент. Раскройте, пожалуйста, контекст, в котором вы используете свое выражение, что я не могу принимать настоятельных решений. Вот. Пожалуйста, раскройте, потому что это важно. Что вы имеете в виду? Ну, то есть вот просто, вот буквально, что вы имеете в виду под этим? Вот. Потому что мне, например, слышится, что вы имеете в виду это так, что я ни на что не способен. Я ничего не могу. Вот. Ну, извините, если вы думаете о себе так, то нужно, с одной стороны, самооценка работать, с другой стороны, с адекватностью требовать себя. Вы говорите, что если вы уйдете, то вашим отношением конец. Из чего вы такой вывод делаете? Да? То есть, как бы, вы делаете такой вывод из того, что если вы уйдете, то родитель скажет, А, ты ушел? Ну, тогда живи сам как хочешь, да? И вы подразумеваете здесь то, что, уйдя, вы потеряете их любовь? Ну, любовь потерять невозможно. Если родители вас любят, они вас не разлюбят. Так или иначе. Вот. Если же они вас не любят, то их любовь, она не исчезнет соответственно. Вот. То есть, понимаете, да, вы как будто бы хотите самостоятельности, но и к родителям привязываться. Вот. Вот это вот, эм... Этот конфликт, а это самый настоящий конфликт. Вот. Этот конфликт нужно как раз таки, ну, помочь вам разрешить. Вот. И дальше, я думаю, вы уже сможете как-то для себя определиться с тем, что вы хотите и как. На этом все. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Подписывайтесь на наш канал. Удачи. Больь. Удачи. Удачи. Продолжение следует...